Сегодня хотел бы поговорить о том, как лучше научиться чувствовать то, что нужно твоей душе и то, что важно на самом деле для человека, как для существа, живущего в физическом теле, поскольку в истинном контексте он таковым и является. Очень многие, но обычные люди из-за духовной неразвитости начинают чувствовать то, что для них важно, как для существа, живущего в физическом теле, а не как для физического тела. Только когда происходят какие-то трагедии, например, учатся такому прекрасному чувству, как любовь, только тогда, когда теряют человека, который был для них на самом деле дорог. Тогда они начинают чувствовать эту любовь более явно и пронзительно. Ну, например, если родился в семье, которая малолюбящая была, где любви было немного. Например, родился ребенок и, прожив там, например, полгода, помер. То родители, у которых редко проявлялась любовь к нему, начинает проявляться любовь намного чаще к умершему ребенку. Они начинают намного больше и глубже познавать это чувство. И через это чувство приходит к тому, что процесс обучения такому чувству, как любви, значительно ускоряется. Они из тех, кто не умел любить, и редко у них это получалось, превращаются в тех, кто умеет любить. И у них это получается начинать значительно чаще. Через это они вырастают. Но оптимальнее ее расти духовно не через трагедии, а просто через то, что обращать внимание на то, что тебе нужно для духовного роста, как существующего в физическом теле. Больше обращать на это внимание, больше слышать свою душу. Потому что иначе, так или иначе, человек будет создавать вечерную карму, отвечая за которую, он будет приходить к духовности просто через изнуряющие и ужасные трагедии. И понимать, что для него нужно на самом деле, он будет через ужасные трагедии. Но лучше же понимать, что тебе нужно, и как стать более прекрасно внутренней. Понимать это лучше же не через ужасные трагедии, не через трагедии, а через работу со своей душой, чувствованием. Своей душей, чувствованием ее потребностей. И когда такие люди, ну, низкодуховные, начинают чувствовать, что им на самом деле было нужно через гибель тех, кого они на самом деле любили, но или глушили это чувство, или не хотели развивать прогресс тому, чтобы научиться ему, вот, тогда они понимают, что зря они глушили это чувство и угнетали прогресс способности научиться любить, вследствие этого медленно учились любить, тогда, когда он умер. Это пронзительное чувство, оно ускоряет их духовное развитие. И тогда они чувствуют, что это для них поистине важно. Но к этому поистине важному можно идти и не через трагедии.